здравствуйте дорогие телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема белая смородина и цветные смородины красной и розовой чем же они отличаются от черной мы очень редко говорим о цветных смородинах и сегодня я хочу восполнить этот пробел в моей деятельности значит белая смородина удивительная на вкус она красавица у нее столько ягод даже если вы обратите внимание вот сейчас она зацветает сколько цветущих будет кистей они если ее поливать и кормить они очень длинные ягоды очень крупные и вот с этого куста смородины я собирала ягоду в октябре месяце она никак не осыпается ей это не надо это блондинка просто ведет себя изумительно но у этой блондинки тоже есть проблемы посмотрите сухая ветка она конечно не вся сухая но тем не менее часть ее просто не уже не восстановится и это нужно естественно да зеленая заболонь да все нормально но она не собирается распускаться видите у нее сухие почки поэтому это убрать это сжечь надо здесь есть такие ветки которые тоже пытаются изобретить из себя инвалидов но у белой смородины и у красной у розовой у них есть одна особенность они не покрываются листьями сразу как черное они начинают это снизу делать сначала нижние ветки потом средние ветки а потом только центральные ветки и тогда сок доходит до самого верха тогда они покрываются и листочками и почками естественно расцветают не торопитесь вырезать белую смородину пока она полностью но и красную тоже пока полностью не распустит все листья и свои плодовые веточки сказать по совести значит этот куст он такой знаете обделен моим вниманием но он и не требует внимания его подкормили напоили и он растет себе бедолага так как ему бог велел плодоносит изумительно единственное что я вам не советую делать это обрезать вот так обрезать красную белую розовую смородину нельзя ее не формируют как черную это другой тип плодоношения она плодоносит вот отрасли побеги она на них сосредоточит свой урожай и очень долго будет плодоносить а вот черная смородина обрезать все время чтобы было как можно больше боковых у этой смородины есть свои проблемы чаще всего именно на ней на белый розовый красный появляется бокальчатая ржавчина это беда для смородины для любой а уж для цветных тем более но они любят друг друга да на не всегда вместе поэтому обработка медным купоросом или медиа содержащими препаратами что гораздо лучше чем чистый медный купорос обязательно для этих видов смородины ну на этом закончу сейчас ей нужна поливка и нужны подкормки как всем остальным растениям нет ничего особенного подкормки не для кого все как всем лучше дачный коктейль вот так работает всего доброго и до свидания